Это референс, по которому мы будем делать прическу. Не, ребят, ну кажется, здесь была реально какая-то глобальная ошибка, только что совершена. Блин, это, короче, мои эти черные концы валяются. Сейчас какой-нибудь парикмахер наблюдает, наверное, за нашим видео. И думает, что за кривая руки парикмахер? Ну, кто так стрижет? Всем привет! Недавно мне дали погонять парик. И я подумала, что было бы классно, в скобочках, нет, сделать стрижку, как у парика, и укладку, как у парика, песни, кончайте, девочки, со мной шутить в тему. Кончайте, девочки, кончайте, со мной шутить. Обращаемся с этими волосами, они были класс всем, они очень нравились мне, они нравились. Все сделали мне много комплиментов, и это было, наверное, что-то цивильное на фоне того, что я придумала сегодня. Ян. Что? Самая неволкая в сегодняшней ситуации, знаешь что? Потому что у меня сегодня параллельно будет съемка для ВОК. Съемка для ВОК, ребята. Я снимаю видео на Ютуб с беснованием, и меня приглашают сниматься влог. Пойдут туда с обгрызленными ногтями. Всем буду заливать за то, что это новый стиль. Пожалуйста, если вы увидите это интервью в ВОКе, всем скажите, что так задумываю, но там будет очень много женщин, которые будут меня засирать. Пожалуйста, женщины, не затирайте меня. Ну, мужчины, вообще, не засирайте меня. Хотя и так засрут. На самом деле, хочу немного с вами поделиться. Я очень переживаю, что будет плохо. Потому что эту стрижку, которую я придумала, и, короче, если будет дерьмо, там... Ну, я думаю, что может быть дерьмо, потому что будет сложно. Будет очень тяжело нарастить. И если, смотрите, эти волосы бы, например, мне надоели, я бы в любой момент пошла нарастила, и было бы норм. Но то, что я придумала новое, там прям жесть. Я очень надеюсь, что все будет хорошо. Пожалуйста, пусть и будет хорошо. Больше мне хорошо. А еще из неловкого у меня, короче, на глазу выскочил ячменьшера. Я очень переживала и просто психовала, что сегодня мне нужно снять это видео для вас. У меня сегодня съемка для ВОК и ячмень. Но нет, все обошлось, так что собираемся и едем. Я сейчас максимально сильно триггернулась, потому что, ну, короче, здесь мой мастер, который будет делать, неокрашивая, здесь сообщение. Полисть приедет тут в салон, у меня еще одна клиентка, и она, короче, курит. И она не хочет выходить на улицу, потому что у нее, типа, красная в голове, и с красной в голове неприкольно выходить на улицу. Ты не будешь против, если рядом будет сидеть с женщиной и курить? Серьезно? А такое вообще нормально спрашивают? Если она сейчас будет сидеть и курить, я просто, ну, я молчать сейчас не буду. Потому что последнее, что мне нужно, это чтобы рядом со мной какая-то женщина сидела и курила. Я сейчас, пока поднималась по лестнице, встретила вот эту девушку, эту женщину, которая курит. И она буквально меня осуждает. Не лично, но концепт разговора был такой. Ну, мы просто спросили и сделали из этого какую-то проблему. Потому что я писала мою мастер, что у меня, типа, вообще не прикольно, если кто-то будет курить. Будет кислота, но ты помнишь, что будет кислота. То, что ты хочешь, я хорошо помню. Мы сейчас будем рисовать, да. Я долго ломал голову, я понял, как это сделать. Мы сейчас с тобой будем обсуждать. Я накидал несколько вариантов. Давай, супер. Ты будешь на что-то из этого кивать. Хорошо, буду кивать. Ну, так, грубо сейчас тебе начеркаю. Вот здесь вот у тебя будет такая куцая челочка. Соответственно, будут кое-какие пряди у лица более короткие. Да, дальше мы здесь пускаем вот эту длинную прядь. Она будет у нас черная. Ну, что я все понял, мы можем начинать. Просто притащила эти жертвы волос, чтобы их сейчас еще покрасили, пока будет не делать стрижку. О, боже. Короче, я сейчас достала мои старые волосы. Imagine. У меня когда-то вот такая длинная была пакля. Конечно, просто жесть. Я еще специально наращивала волосы. И сейчас я достала мои волосы за крома и просто их расчесываю, чтобы завтра снова сделать наращивание. Это референс, по которому мы будем делать прическу. Блин, это, короче, мои эти черные концы валяются. У меня реально таких коротких волос еще никогда не было. Понимаете, они очень короткие. Смысл-то это короткость не в том, чтобы они прямо были, а в том, чтобы постоянно укладывали, чтобы они казались еще корочества. Вот так вот. Ля саски. На самом деле я... Мы сейчас от самой короткой твоей длины, вот она, сделаем вот так вот. И все, и у тебя будет все выворачиваться на руку. Все, давай. Ох, да. И все, и за счет этого уже получается по-разному, да? Да. Сейчас какой-нибудь парикмахер наблюдает, наверное, за нашим видео. И думает, что за кривая руки парикмахерам? Кто так стрижет? Да пошел нахуй. Да. Это как эти визажисты, которые... Ой, румяна нельзя наносить под глаза. Кто что-то красит? Румяна можно наносить только на яблочке щелок. Румяна это пигмент? Пигмент? Почему их нельзя наносить? Да, они нельзя. Не потому что из соображения какое-то, знаешь... А потому что их учили так не делать. А потому что их все так нельзя, да. Вот и все, да. Не, ребят, ну, кажется, здесь была реально какая-то глобальная ошибка, только что совершена. Так, ну сейчас мы осветляемся и немножко освежаем цвет. А потом переходим к самому жесткому, наверное. Да мы отстригли волосы, чтобы снова нанести черные концы, но теперь будет не ровная линия, а под перья. Вот это у нас получается белая вот эта вот штука. Соответственно, давай вот это вот уже будет, наверное, черная. Вот это уже можно черная. Или ты думаешь, лучше подальше черная? Чуть-чуть подальше. Давай. Потому что это пойдет на градиент на лицо. Все, хорошо, давай тогда вот это. Вот самая линейная прядочка. И под нее мы уже будем делать черное наращивание с прядями. Да. Сейчас она будет потихоньку темнеть, а ты скажешь, где тебе нравится градиент. Хорошо. Та-дам! Блин, приколдай, знаю. И она уже темнеет. Да, да, да. Ребят, ну что ж, мы уже сделали половину работы. Мы нанесли осветлитель на корни и краску на концы. Лиса у нас красавица свадьбой сидит с начальниками с такими колточечками. Просто лучше, с пуском ячменем под глазом. Вот так вот. А что, чего ожидаешь, в принципе, от нашего окрашивания? Выжить. Я тоже. Выжить. А еще у нас с тобой наращивание, чем, собственно, нужно заняться. Вот эту прелесть мы сейчас будем красить, а потом клеить. Ой, она улетает, она улетает. Блин, 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 стой. Это ее несчастные волосины. Боже, имидж она когда-то ходила полностью с башкой со всей цвегнёй. Вот прям на столе красишь. Да, он не красится. В смысле покрытие нормальное. Обожаю этот стол за это. Я свой стол засрыла. Я когда тут сплетела, черно-зеленый, который ужасный, и мертвый парик теперь. В общем, да, там стол очень засрыл, но у меня до сих пор все черно-зеленое. В общем, мы узнаем, натуральные эти волосы или нет. Татья, если они синтетика, краска не возьмется. Я помню, из этих волосов он не то 20, а то 40 кет давала. Ну, там у меня большая пачка, понятно, где он не за эти три куска. Ну, так что они должны быть нормальные. Ну, ключевые слова, они должны быть нормальные. Ну, на вид они натуральные. Кстати, еще один лайфхак могу тебе сказать. Я прямо на примере одной пряди тебе покажу, что можно сделать с нее. Первое. Ты мочишь основание тресса. Там, где у тебя корм. Да. Немножко намочил. Вот так вот, чтобы оно было чуточку мокренькое. Далее. Ты красишь, начиная от концов. Я тебе показываю, как сделать серый амбре. О-о-о. Начинаешь красить от концов, жирно-жирно, обильно-обильно наносишь черную краску на корни. А, на концы, простите. Там, где у тебя должно быть черное, ты наносишь очень-очень обильно. А там, где у тебя должно быть прозрачнее, ты постихонечку, вот так вот плавно поднимаешься наверх по мокрой прязи. Прикольно. И когда тебе вот здесь вот цвет понравится, как самый светлый, резко смываешь. Прикол. Попробуем. Сделаем одну такую, да? Можно, чтобы было. Ну, вот. То есть, та, которая, да, будет серым амбре, которая будет под нашу прядь, которая тоже типа амбре, а которая полностью черная. Смотрите, что это черная. Момент истины. Сейчас мы идем смываться. Все, что получилось по длине, вы уже плюс-минус понимаете, хотя еще не до конца, потому что он не уложен. Сейчас это будет в процессе смышки, и вот здесь будет, конечно, полная. Или не полная. Я не знаю. Жесть, ребят, короче, там волосы просто слишком короткие, поэтому даже особо не видно в ракуне, что происходит. Возможно, нам сейчас кажется, что это то же самое, что было, но нет. Почему человек, когда его полус убирают, похож на яйцо? Потому что ты с олба себя снимаешь. Похоже на яйцо. Я еще, блин, загорелый яйцо. Но загорелое яйцо. Какой ужас, просто кошмар. Завел на деревенское куриное яйцо. Коричневого цвета. Катастрофа. На голове цыпленок, здесь яйцо. Происходит намывание яйца. На самом деле, реально опасность всей этой фигмы в том, что если неправильно башку помыть первые два раза, то можно все себе пиз... Обжечь. Это правда. Поэтому нужно осторожно мыть голову. И тщательно. Там сейчас происходит ныть у моих прядей. У меня протисмотрительно закрыли шампунем, чтобы я не полила. А я через плакон специально не вижу, да? Да. Что это? Что это? Какой-то герлок от пицца. Ну, что сказать. Мы приближаемся к финишной прямой, пока непонятно, что вообще будет. Я надеюсь, что все будет хорошо. Потому что мне все еще реально надо ехать на съемку потом. Ну, снимай, что там. Надеюсь, она не перепачкалась. А знаешь, чем я подумала? С каким запросом я приду в следующий раз? Я не хочу так далеко смотреть. Если ты придешь с запросом, то или мне надоело, это черные пряди светлее, и мне до белого. Ну, ты же понимаешь, что это наиболее вероятный исход событий. Я понимаю, что, ну, нервничать буду я, а не однозначно это так. Так, ну, это сейчас уже почти готово. Мы все покрасили. Все покрасили, все постригли. Меня не спонят, как выглядели пустыны, мне не показывают. Ребята, мне не показывают. Там что происходит, мне не показывают. Ну, мне лично все нравится, а ты уйдешь с тем, что я сделал. Берем мои несчастные волосинки. Все еще клей на них есть, поэтому сейчас будем фиксировать. Просто человек, который принес старые наручные волосы со старой лепкой лентой, чтобы мы сделали наращивание на старую ленту. Помню видео, когда я в том году сама себе на карантине делала наращивание. Но сейчас мне Давид делала, а потом я сама закончила его делать. Это было смешно. Ну, кажется, у меня сейчас вайбы джей-рокера. Но выглядит очень прикольно, на самом деле. Мне прям реально нравится. Ну, собственно, все готово. Спасибо большое. Как называется такой стиль прически? Лиса, ни у кого больше такого нет. Сто процентов. Такое только у меня. А, да, это хорошая вещь. Вообще волшебная. Теперь взбадриваем волшебную прическу. На взбадривание макушки самое то. Imagine, я сейчас еду так на бок. Свети, теперь на свети. Ой, скоро кладка. Смысл моей новой прически? Во-первых, сделать ее гораздо короче и сделать ее под вот этот парик, потому что мне безумно понравилось, как я смотрелась в этом образе. Короче говоря, сегодня я стала адептом Кончао. И если не коротко говорить, то здесь прикол этой прически именно в том, что она уложена и пострижена таким образом, что когда я просто буду выходить из душа, я буду сушить волосы по направлению сверху вниз, оно само будет раскладываться таким образом. И все, что мне нужно будет сделать, это или сделать минимальный какой-то дочес, или немного просто все это залачить, чтобы все было так, как я хочу. Я абсолютно понимаю, что кто-то может сказать, что, блин, да это же буквально твой обечес, который у тебя была до этого. Вы понимаете, что я отрезала больше уже своих волос. Их там просто нет. То есть мне отрезали, наверное, вот столько волос, потом снова их покрасили, как было, и потом еще и нарастили. И сейчас у меня здесь вот черная прядь, которая выливается в наручную черную прядь. И в целом, ну, все-таки я немножко про другое. Теперь я адепт Кончао. Все... Всем кончао. Кстати, я продвижу вопрос о том, что как эти волосы выглядят без укладки. Вот, смотри, я сейчас без укладки. Я поспала, естественно, весь лак спал. И выглядит вот таким вот образом. То есть они достаточно объемные и выглядят прикольно. И вот сейчас они прям очень сильно отличаются от моей той прически. Ну, как мне кажется. Здесь, по-моему, это тоже заметно. Так что, пиз. Кончайте, девочки, Кончайте за мной шутить.